Витебск Напомним, конкурс проводился среди художников, дизайнеров, архитекторов, студентов творческих специальностей с целью популяризации идеи искусства авангарда и наследия всемирно известного творческого объединения УНОВИС в Витебске, которая наряду со школами Баухаус в Берлине и в Хутемас в Москве определила новый способ художественного мышления. Идеи мастеров, творивших 1920-е годы, востребованы в промышленном дизайне, в архитектуре, выносятся в открытое городское пространство и в нашем XXI веке. Витебск, где все начиналось, вместе с тем лишен каких-либо визуальных образов, хотя бы минимально фиксирующих воспоминания о том, какую роль сыграл город в мировом искусстве. Как подчеркивает куратор конкурса Азбука УНОВИС, первый директор Витебск, Витебского центра современного искусства Валентина Кириллова, успешные работы участников проекта могут послужить этой цели. Организаторами конкурса выступили городсполком, ВГТУ, социально-культурное учреждение «Витебск для меня». Во второй тур в трех номинациях вышли 9 проектов. В прошедшее воскресенье в Витебском центре современного искусства состоялась публичная защита разработок авторами. Профессиональное жюри оценивало выразительность отражения идей УНОВИСа в проектах, оригинальность дизайнерского решения, эстетику будущей площадки, экологичность. Как показала презентация проектов, студенты в основном вдохновлялись творчеством Казимира Малевича и Эля Лисицкого. Рассмотрели возможность размещения своих объектов как в центре города, так и на дворовой территории новых микрорайонов. Адаптировали сооружения для занятий популярными среди молодежи видами спорта, для музыкальных выступлений, уличного театра. Я говорю номер один, первое место. Сурский? У меня первое место – Кривоносовый. Это Кривоносовый, это у нас Азмуковский. Азмуковский, да? Азмуковский, да. Азмуковский. Пирамиды, да. Да, у меня тут тоже. После обсуждения первые места жюри присудило в номинациях. Игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста Марии Ермолаевой, студентке Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Игровые площадки для детей старшего школьного возраста Дмитрию Руженцову, студенту Белорусской государственной академии искусств. Рекреационные объекты без возрастных ограничений Маргарите Севко, студентке Белорусского национального технического университета. По признанию Маргариты, которая обучается на отделении архитектурного дизайна, вдохновлялась она работой Казимира Малевича «Летящий аэроплан». Переосмысление идеи этой композиции привело к работе с супрематическими формами. Объект автора предложила вписать в береговое пространство Витебска. Кстати, при проектировании рекреационных зон необходимым конкурсным условием была организация безбарьерной среды. Студенческие идеи вызвали интерес. В частности, председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский отмечал, что конкурсный материал, связанный с темой УНОВИСа, может быть легко интерпретирован и привязан к местной архитектуре. Внедрение объектов – это своеобразная трансляция в будущее о том, что Витебск – наша страна, родина дизайна, супрематизма. Член Союза дизайнеров России Игорь Клюшкин из Санкт-Петербурга, который впервые побывал в Витебске, но прекрасно знает город по истории искусства и дизайна как своеобразную мекку, подчеркнул, что Витебску, хранящему свою легенду об УНОВИСе и Казимире Малевиче, создававшем азбуку визуальной культуры, важно представить ее элементы в своем пространстве. Это сыграет и на туристическую привлекательность города. Теперь дело за главным – воплощением лучших проектов конкурса «Азбука УНОВИС» в реальной жизни Витебска. Вас проаранжировали просто тому, что это с поборництва, это конкурс, только и это. Вы все перемогли годно вязать в свои научные установки, спровоздачьтесь, показывайте, включайте в спровоздачу и так далее. Что за сюрприз мы для вас подвлектовали? Андрей Архач Духовника, керавник установы, в которой мы сейчас находимся, имеет ключ, который отчиняет очень важные двери. И этот ключ есть только в его. Это двери от конкретного объекта, который сегодня находится в Витебске на улице Марка Шагала. Это дом Витебска, Народная Мастацкая училища, он заховался. Там зараз будет музей, он начинится уже в гэтым годе. И мы зараз пойдем и запрашаем вас тихо-тихо, как никто не ведет, аккуратно пройдем пешу и увойдем у будынок, где и працавали Шагал, Малевич и Увесь, Унавис.